12 лет депортации остались в памяти не только самих ссыльных. Эта тема и для их потомков остается животрепещущей. Современные школьники далеки по времени от событий 40-х, но каждый их номер полон чувств, трагедий и сопереживания. Ислам Евлоев о депортации знает лишь из уст своих бабушек и дедушек, которым пришлось пережить гонение. Ту черную среду 1944 года его семья запомнила надолго. Со слов старших из своего села до Назрани их повезли на машинах, а там всех погрузили в товарные вагоны. Мне бабушки и дедушки рассказывали, как было трудно на то время. Некоторых семей из ингурского народа, казахи, пустили к себе домой жить, а некоторые испугались и закрылись у себя дома, потому что наш ингурский народ представили не очень красиво. Люди боялись нас, но мы выжили, потому что из-за нашей веры и нашего духа. Стихи, песни, а также сценки, благодаря которым юные актеры смогли передать атмосферу тех времен, а зрители прочувствовать то состояние, в котором находились наши предки, когда солдаты безразборно начали выводить их из собственных домов в неизвестность. Стихи, песни, а также сценки. Сегодняшнее мероприятие – День памяти и уважения тем, кого с нами нет. Оно проводится в Нестеровской третьей школе ежегодно, чтобы дети знали историю своего народа и принесли ее сквозь года. О пережитой трагедии также вспоминают в горском кадетском корпусе. Здесь нет ярких иллюстраций, красочного оформления зала, но в сценических монологах и стихах вновь оживает память о горе, выпавшем на долю депортированных. Каждое слово, доносящееся со сцены, пронизывает душу. Много лет прошло с того дня. За это время родилось и выросло несколько поколений. Однако события, затронувшие тысячи человеческих судеб, не могут оставить равнодушными никого. На мероприятие пригласили очевидца тех событий, видного деятеля Исука Дзоева. В годы депортации ему было около шести лет, но все же это страшное время он помнит отчетливо. Говорит, что забыть тот голод и холод невозможно. Говорит, что выросли в носах. Мудрицы и хорошо пойдут по нашему собескопу. Долго ныне живущих знать и помнить об этом, чтобы предостеречь от подобных преступлений в настоящем и будущем. С той самой страшной даты прошло 79 лет. Несмотря на это, в каждой семье из поколения в поколение будут передаваться истории выживания, истории потерь родных и близких и горькая боль, которую депортированные испытывали по родине. Малика Измаилова, Асха Белакиев, Новости 24.